В Якутии планируют создать сайт поддержки пострадавших от насилия. Об этом сообщили на круглом столе, посвященном теме насилия в семье. Проблема, по мнению участников дискуссии, в регионе стоит очень остро. О чем еще шла речь на встрече в материале с Рагуланой Захаровой. Насилие в семье – тема, как говорится, нон-грата. Мало кто осмелится громко заявить о том, чтобы отвергся притеснению, тем более со стороны близких ему людей. Этим летом титулованная красавица Якутии Алена Алексеева создала общественную организацию «Юктель» в защиту интересов пострадавших от домашнего насилия. Со стороны инициативной группы «Юктел» мы предлагаем ввод обязательного учета и ведения статистики такого рода преступлений с точки зрения половой принадлежности, возраста, социального статуса, уровня образования, занятости, чтобы иметь... Ну и также обязательное отделение по регионам, по лусам республики. Как она отмечает, на сегодня отсутствие этой статистики не дает полной картины для понимания всей серьезности проблемы. Также на сегодня нет ресурса, который помог бы жертвам домашнего насилия защитить свои права. Поэтому и появилась идея создания сайта, куда человек, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, мог бы обратиться за помощью. Необходимости предоставления каких-то персональных данных. Либо это фамилия имаотчества, либо это номер телефона. И жертвы, как правило, не хотят обнародовать такую информацию. Но проблема существует, ее решать необходимо. И поэтому принцип анонимности предоставления такой помощи, вот он для нас основной на данный момент. О необходимости подобной поддержки говорила на собрании приглашенный эксперт-представитель общероссийского движения «Союз женских сил» Инга Легасова. Поэтому мы считаем, что семейное насилие требует обязательно разбирательства, серьезного психологического и юридического анализа. Имеет собой три основные причины. Первая – это экономическая, вторая – психологическая, то есть какие-то детские и дальнейшие травмы, которые есть у людей, по которым подвергаются насилию или оказывают насилие. И в-третьих – это проблема деления власти внутри семьи. Однако главной задачей таких движений все же остается не только о помощи пострадавшим, но и о предотвращении насилия. В качестве профилактических мер общественники предлагают вернуть школы и другие образовательные учреждения курсы подготовки к семейной жизни, усовершенствовать правовое воспитание, увеличить количество специализированных кризисных центров. Эти и другие предложения вошли в итоговый документ, который направят в правительство республики. Саргалана Захарова, Григорий Охлопков, НВК САХА, Якутск.